Всем ребята привет, вы на канале GameDop Сегодня посмотрим на новую мобильную MMORPG Сегодня состоялся релиз, глобальный релиз Игра имеет русский язык Называется Decoron G Decoron G Выбираем сервак Азия Европа SA Даже не знаю что это Но пинг там большой, поэтому пофиг И еще есть Америка, но мы берем Европу, пинг 50 Отлично, всего лишь Один сервак на регионе Подтвердить А нет, ни один Их аж 5 Берем первый Ууу, этот танк Ну здесь смотрится красиво Это у нас кто? С плеткой Ё-моё Какие-то классы здесь Немножко необычные Это мах, да? Ну, да, это мах, это лучник Когда герой выбирается, смотрится неплохо И получается, лучник может быть тремя разными классами Лучник, лазутчик и аркера У воина это мечник, эспада и мечница С хлыстом это у нас и кара, пруста и кнут И с посохом заклинательница, чародей и волшебница Возьму чародея, потому что у него больше всего интеллекта А для магов интеллект это самое важное Чего? Я не робот, вы что, прикалываетесь? Повторите попытку, ё-моё, они издеваются надо мной, или что? Наконец-то можно имя ввести GameDop, окей Итак, у нас начинается, конечно же, обучение Нужно побегать Короче, очередной, не знаю, какой там уже по счёту Это клон, пародия на первую линягу Возможно, даже на отсылку к второй линяге И игры подобного формата в Корее, в Азии Выходят очень часто, очень-очень часто Но на русском подобные игры Я вот только помню DK Mobile на русском, кажется, была И какая-то ещё была на русском Всё Другие игры подобного жанра, подобного формата На русский язык, насколько я помню В ближайшие годы они переводились Короче, если вы играли что-то типа линейки Мобильной, подчёркиваю То здесь абсолютно всё тоже Тут не знаю, ну просто Ну и менюшки, и скиллы, и камни, и заточка Просто всё тупо скопированное Ну вот только модельки там Визуал поменялся, картинка поменялась А так здесь Короче, вас эта игра Ничему не удивит Если вы Любили Побаловаться Азиатскими мобильными играми Полный автобой Полный А, я сейчас играю в линейку Вот, сейчас покажу Во! То, что здесь То и здесь Одно и то же почти По графике, конечно, отличается Но, как бы Сам контент игровой Он и Вряд ли чем Сильно отличается Много формов мобов Много Фарма там различных коллекций Сейчас нужно Зайти и посмотреть Где эти коллекции Ну, сейчас Так, во! Это образы Короче, так званые Карточки Тоже будем их Фармить Собирать Одевать Собирать коллекцию Этих образов Управление Абсолютно то же Для активации Скиллов Нужно его Типа Свайпнуть вниз Для деактивации Свайпнуть вверх Так Привязки К классам Здесь нету Так Самые галимые Это серые Потом зеленые Идут более красивые Потом синие Так Ну, карточек, конечно Не нарисовали много Потом красные Конечно Идут У каждой карточки Есть усиление Для Скиллов Определенного Класса Я в эту игру Вот они Играл вообще Нифига Я про это знаю Абсолютно все Вот он Впервые зашел в игру Я вообще ее Впервые вижу Сегодня Вот Сколько там Я на эту игру Смотрю Пять минут И я уже про эту игру И знаю Знаю все Так И самые крутые Это легендарные Но потом Конечно Еще желтые Добавятся Со временем Через полгода Через год Через два Еще желтенькие Добавятся Иначе Быть по другому Не может Как обычно Первые скиллы Нам дают По квесту Это такие Типа Книжки Только из этого Обучения Ничего не могли Нажать Подсказки Обучения Не нужно Ничем не подсказывать Я все Прекрасно знаю Да хватит Мне уже Что-то подсказывать Иди уже Бей Качайся Не томи меня Так Мне надо книжку Использовать Я не могу На сумку нажать Сумка зависла Блин Я дотыкался Что-то тыкал 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 И Все зависло Сумка Не открывается Блин Меню Не открывается О май гад О май гад Сейчас Может заработает О Так Наконец-то Используем Книжку Получаем Первый скилл Вот Коллекция Шмоток Которые Мы будем Собирать Добавляем Там кучу Кучу Бонусов Этих Шмоток Тоже Кучу Будем Собирать Точить Выбивать Фармить Крафтить И Это Все Будем Добавлять В коллекцию Это Ледяной Заряд Так На панельку Свайпаем Вниз Все Айсболы Полетели Донат Тоже Максимально Типичный Бонусы Паки Лутбоксы Карточки Начальные Паки Банки Для Прокачки О Нам Дали Первую Карточку Мама Мира А ну Покажите Мне ее Пожалуйста Я хочу Ее Использовать Ну Ну Пробуждение Вот такая Вот Карточка Зеленая У меня Серая Была И Сейчас Я стану Так Камера Здесь Не Отдаляется Не Приближается Короче Графика Молчу Так Был мужиком А теперь Женщина Так Какие-то Акции Ну Тоже Там Типа Зайди В игру Покачайся Кого-то Убей Я Не знаю Почему Такие Вот Тупо Тупо Полные Копии Делают Копии Того Что Вышло Уже Много Много Лет Назад Они Все равно Это Копируют 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 Да Некоторые Копии Блин Я же болей Немножко Некоторые Копии Да Они были Ну Более Менее Успешные У Убей Тысячу Мобол Потом Убей Там 5 20 50 100 Тысяч Мобол Такие Достижения Тоже В игре Есть Кстати Когда загружается Игра Такой Красивый Ролик Там Был При загрузке Игры Мне кажется Половина Бюджета Бюджета Игры Ушло Туда На тот Ролик Потому что Здесь Они взяли Готовую Игру И просто Поменяли Графику Так Зеленые Банки На Бех Я Угадал Ускорение У А как Это Было Неочевидно Так Еда Есть Есть Три Типа Еды Для Луков Для Воинов И Для Магов Учитывая Что Здесь Какой-то Окорочок Нарисован Я Думаю Это Для Воина еда а все виды атаки ну ладненько хоть чем-то хоть что-то не скопировали обычно эта еда идет для воина немножко немножко как бы запарились и немножко по-своему сделали даже какая-то катсцена есть конечно не озвучки кому она над это озвучка и так пойдет тем более еще на озвучку деньги тратить добро со злом сражается и так это мы прошли как бы первоначальное обучение вот мы появились в городе тут уже бегают другие игроки секундочку ну-ка стой 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 тут просто есть и да ё-моё а вот походу тут короче есть nft сейчас модно стало игры с nft делать короче есть какая-то игровая валюта эту игровую валюту можно фармить и в теории ее можно продавать и зарабатывать на этом бабки я думаю эти все фишки типа nft это все добавляется для заманухи как подсказывает опыт и опыт и моих подписчиков которые мне рассказывали которые играли в другие игры с подобной системой кстати зачем пешком бежать тут телепорт есть а вы знали о телепорте если играли в подобные игры то конечно же знали о телепорте а так это вот в принципе что-то там зарабатывают люди которые сильно затротят но там буквально в первый месяц еще там что-то можно заработать а потом через месяц-два она все загибается и там уже какие-то сущие сущие копейки получаются даже заморачиваться над этим никто не хочет плюс из этого nft появляется кучу 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 ботов которые постоянно эти валюты фармят что тоже как бы влияет на адекватный геймплей наличие большого количества ботов что еще рассказать я столько переиграл подобных игр что даже эта игра уже никаких эмоций нет нет а чё намекает так игра короче никаких эмоций не вызывает и никнейм поначалу белый потом когда много качаемся у нас поднимается репутация у нас никнейм синеет и по идее здесь и будет открытая система pvp убивай кого хочешь убивай где хочешь кроме города если ты кого-то убиваешь у тебя появляется негативная карма и никнейм краснеет какие там ники хорошие бегают возле меня стоят такое даже стыдно и говорить желтый квест это сюжетный квест или синий квест обучающий квест который нас обучает различным механикам которые в игре есть вот так можно еще какую-то карточку выбрать может кого-то мужика типа себе поставить так ставим еду на панель бафы на панель так это розовая банка к опыту не подумал я бы не догадался что-то к опыту розовая банка эта банка что дает чтобы шмотки разбирать понятно да мне кроме сережек и посоха ничего нет еще волны берем он нужно было с плеткой взять почему я была взял типа я буду фармить или чё взял маховская потому что махи хорошо фармят я чё буду фармить надо было просто это с плеткой взять смотрите как плет плеткой гасит вот так тени мигает капец как оперативно это ли какие-то у меня глюки это в игре глюки тени мигает по глазам так ладненько этих мы посмотрели так по прокачке левела наверно кита бонусы будут появляться связанные с этими карточками вот только непонятно что вот это ладно какая-то местная фича я бы так сказал питомцы питомца нам еще не дали ну питомцы также там сначала белые идут потом зеленые потом синие потом красные потом фиолетовые ну и потом когда-нибудь добавят желтых так умение смотрите просто как в линейке здесь нету привязки к классу у тебя вот и все скиллы вот скиллы на воина вот скиллы на лука вот скиллы на мага как бы ты можешь все скиллы на одном герое ты можешь все скиллы все герои прокачать ну конечно ты не можешь их использовать как бы любым героям все скиллы ты прокачиваешь но когда одеваешь карточку мага ты используешь скиллы мага когда девашка сачку так давайте телепортироваться там лука ты только используешь скиллы лука но там также есть и вкладка самая верхняя там типа общие скиллы знать зачастую это вот типа общие скиллы это пассивные скиллы и или там какие-то скиллы активные типа телепорта он как написано как бы общие скиллы работают на всех классах у нас тем временем уже девятый левель сейчас будет десятый что-то синие квесты дают но у них это вчитываться и разбираться в синих квестах как-то не ахти а ну секундочку так какая-то карта неудобная мне нужна карта города мне нужны эти торговец нпс торговец нпс поняли торговец с умениями тут что даже статуя есть вы что даже статую скопировали как вам не стыдно даже статую скопировали скопировали ё-моё мамма миа это же позорище это просто позорище о май гад даже тут тупо тупо статую скопировали и значок такой и статуя похожая и квесты похожие о май гад что вы делаете так торговец блин что не пойму возможно торговец трактатор наверное у него можно скиллы еще купить а то мне одного айсбола мало я хочу больше скиллов короче по стилистике как первая линейка по контенту больше похоже на вторую линейку мобильную вот и начальные скиллы начальные скиллы типа зеленые для всех классов можно купить здесь так только главное на свой класс купить так это хлыст это лук ага ага я не знаю что мне нужно поэтому о две книжки купил наверно какие то галимые скиллы но пофиг телепортируемся на поле сражения так так умение это баффающий скилл понятно баффом это скорость бьер, скорость к атаке и пассивный скилл понятно купил пассивный скилл и баффлю скилл который баффает мою скорость обычные баффающие скиллы там ставятся на последнюю панель ты как бы один раз поставил и все и забыл на всю жизнь что у тебя эти скиллы есть они постоянно автоматом будут использоваться вот как то так так умение коллекции посмотрели особые зоны ну здесь тоже там типа зона для фарма голды зона для фарма опыта зона для фарма еще чего нибудь а это то что касается nft наверное или фиг его знает нет они это какая-то какие-то прокачки это наподобие сосок как в линейке такая типа пародия сосок а это коллекция мобов мы фармим мобов выбиваем их фрагменты добавляем коллекцию и у нас повышаются статы крафт блин сколько этих подсказок господи да боже мой так блин ну даже крафт такой же ну ё-моё ну ё-моё это же смотреть не интересно одно и то же короче меня эта игра вообще ничем не удивила только класс с хлыстом это всё чем меня это удивило рейтинги есть конечно мы там героя посмотреть не можем это наверное рейтинг по опыту он в игре уже есть 33 левел игра стартанула вроде бы сегодня ночью или утром или вчера вечером короче свежатина налетайте свежее мясо вот такая вот игруля снимаю показываю то что выходит а вы уже сами для себя решаете что вам интересно а что нет всё всем пока всем удачи до встречи ба ба до встречи